Продолжение следует... Сегодня у меня в гостях Лёша Стрига, стилист по волосам, предприниматель, владелец салона красоты и школы обучения парикмахеров Стрига. И поговорим с ним о том, действительно ли работают средства для объёма волос. Лёша, привет! Давай разберёмся с тобой, работают ли действительно средства для объёма волос на самом деле, или это грамотные маркетинговые ходы. Нет, это не грамотные маркетинговые ходы, на самом деле всё работает, всё работает даже успешно и хорошо, но в сочетании с правильной укладкой. Это очень важный момент, потому что можно взять любое суперсредство за любые суперденьги, но если его неправильно нанести, неправильно распределить, неправильно посушить, то оно не сработает. Поэтому всё работает, но нужно знать. Это проблема многих людей, которые пишут негативные отзывы или говорят, ой, да это средство не очень, я им пользовался. Ну, это у нас очень любят делать. Да, но ты понимаешь, ты начинаешь человека спрашивать, как вы нанесли, что вы делали. Она рассказывает совершенно разные вещи, противоречивые этому средству. Поэтому перед тем, как, так сказать, оставить негативный отзыв, лучше, конечно, разобраться вообще, сделали то, что так. Всё работает, но в сочетании с правильным применением в укладке. Вот, как раз мой следующий вопрос, в принципе, был об этом. Так давай тогда ты расскажешь и поможешь разобраться, как на самом деле работают укладочные средства для объёма. Короче, история в том, что перед тем, как сделать качественную укладку, любую, неважно, мужскую, женскую, создать объём, убрать объём, в нашем случае создать объём, нужно к этому ещё подготовить волосы правильно, выбрать правильный шампунь, правильный кондиционер, маску, не маску, нанести. Ошибка многих людей, что они кондиционер, бальзам, маску наносят на кожу. Поэтому перед тем, как использовать супер какие-нибудь средства для волос и выяснять, как они работают, нужно правильно подготовить волосы. Это же история такая же, как и с питанием. То есть кому-то можно есть определённую пищу, кому-то нет. Здесь то же самое. Волосы есть разного типа. Не могут быть там жирные у корней, сухие на концах, и нужен определённый шампунь, и нужно определённое укладочное средство. Есть волосы окрашенные, есть неокрашенные. Поэтому есть очень много средств, которые подходят и не подходят. Ну, всё, конечно, лучше делать в итоге после каких-то консультаций или у мастера, например. Ну, либо пробовать. В любом случае пробовать, да? Ну, дело в том, что ты можешь накупить миллион средств и потратить очень много денег и прийти к какому-то выводу, да. А так-то лучше, мне кажется, заходить раз в неделю в салон, пробовать разные средства у них, да, то есть где есть большой выбор укладочных средств и таким методом, то есть ты придёшь к тому, что тебе подходят то или иное средство. Да, я потому что знаю, что, допустим, мы с подругами там собираемся, за чашечкой кофе разговариваем, говорим о пополнении своих косметичек, да, уходовых средств, и она говорит, вот там, Настя, потрясающий шампунь, да, либо гель, мусс, лак, ну, что угодно, попробуй, и ей идёт, я вижу, идеально, подходит, да, для её волос. А у меня как будто бы, не знаю, корова слезала. Тут же как с мужчинами. Тебе, может, нравится тот мужчина, а твои подруги утверждают, что он мудак, да? А ты нет, это самое лучшее в мире из мужчин. Так же с косметическими средствами. Вот, интересно такое сравнение. Да, то есть... Зато оно работает сразу, все сразу поймут всё. Да, да, 100%, 100%. Но хочу сразу сказать, любое косметическое средство со временем может вызвать привыкание и перестать работать. Бывает такое. То есть это не эта история, а не выдумка, да? Действительно, так оно и есть. Конечно, да, оно может перегружать. У меня лично дома там 5 шампуней. Ну, у мужчины 5 шампуней. Не один там, который 3 в 1. Естественная сила, жизнь, блеск, там, большая зарплата, что там ещё? 5 в 1. Ну, да. А, ну, нужно чередовать. Любое средство, любой шампунь, любой стайлинг, нужно чередовать. Потому что всё вызывает привыкание. Это как, знаете, типа, вот, если ты каждый день пьёшь, например, хотя бы по 50 грамм виски, то у тебя, как бы, ну, такой иммунитет. А если ты не пьёшь, раз в полгода выпил 100 грамм виски, то ты сразу, типа, ну, такой, ох-ох-ох. Ну, улетел. Я уже улетел. То же самое здесь с косметическими средствами. Лучше, конечно, чередовать. Так, а давай сразу, да-да, вот тут остановимся, и ты расскажешь, да, вот, пользуемся шампунем, сколько мы потом делаем перерыв, или прям вот у нас несколько бутылочек стоит, и мы там, не знаю, неделю одним, два дня другим, потом третий добавляем, или как? Расскажи момент. Слушайте, тут самый важный результат, вот. Нет идеальной формулы ни в чём, ни в уклад. Но вот чтобы привыкание не вызывало. Ты говоришь, вызывает привыкание. Это за какой период? Полгода, год? Не, ну, я думаю, если месяц, два, три мыть одними тем же, типа, я думаю, будет привыкание 100%. У меня, типа, разные шампуни, я каждый раз мою разные, вот и всё. Вот, ну, как бы, за счёт этого вообще, типа, нет проблем. Поэтому, я думаю, если три шампуня иметь у себя в обиходе, и ими пользоваться, то будет очень супер. Хорошо, давай тогда, так как мы затронули уже тему кондиционеров для волос, можно ли использовать бальзам и кондиционер? И давай сразу расскажем о плюсах. Почему же ими нужно пользоваться? Скажу, наверное, с какой-нибудь своей точки зрения, профессиональной. Вот, бальзам и кондиционер, они важны после шампуня. Почему? Потому что шампунь, у него функция очистить волос. То есть, вымыть из волоса какие-то загрязнительные вещества. Это могут быть предыдущие сталинговые средства, это может быть пыль, я не знаю, там, жир разного характера. То есть, всё, что может быть на волосах. Шампунь это вымывает. И шампунь это делает настолько хорошо, что он открывает кутикулярный слой. Это поверхностный слой волоса. И когда вот, я думаю, все понимают, о чём я говорю, когда мы моем шампунем волосы, смываем, оно пенится, мылится, всё хорошо. Но когда мы смываем водой, у нас руки, особенно в окрашенных волосах, застриют, потому что, типа такая, не прочесать копна. Это говорит о том, что кутикулярный слой раскрыт. Да, это больно. Да, да. Кутикулярный слой раскрыт, и его нужно закрыть. Кондиционеры бальзам выполняют функцию закрытия кутикулярного слоя. Поэтому обязательно кондиционеры бальзам нужно использовать после шампуня, потому что он закрывает кутикулярный слой и упрощает момент расчесывания волос, укладки и так далее. То есть это вообще кутикулярный слой, это слой, который защищает волос. Если там, я не знаю, все смотрели рекламу в юности, в детстве, я сейчас не знаю вообще, идет такая реклама лет, понтин правит, то там, в принципе, была такая картинка анимационная, где показан волос. Да, там вот был такой, типа пористый волос, да, и не пористый волос. Да, да, помню, 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 была такая реклама. Поэтому если мы хотим иметь эффект глянцевого волоса, то нужно использовать кондиционер или бальзам. Если хотим иметь эффект матового волоса, то мы не используем ничего и получаем очень некрасивый волос, неухоженный. А я ответил на... Все просто оказывается. Пышные, объемные волосы, это всегда красиво. Но большинству из нас приходится добиваться такого эффекта при помощи фена и различных средств для укладки. И всем же повезло быть обладательницами густой прекрасной шевелюры. Вот, Леш, назови несколько своих любимых средств, которые действительно помогут сделать прическу более объемной. Ну, вот как в рекламах, вот во всех этих красивых. Ох, вспоминаешь и думаешь, хочу. Ну, реклама вообще уникальная вещь, потому что, когда иногда узнаешь, что используется в съемке рекламы для показания того или иного продукта, то как бы... А ты знаешь? Ну, например, я знаю таких людей, как фуд-стилисты. Это которые, типа, еду фотографируют вкусную, там, пиво и так далее. Почему у нас пенка? Вот, это я тоже видела. А такое с волосами тоже делают, да? Или это... С волосами, честно, делают в фотошоп больше. Ну, то есть там, да, типа, это нормальная история. А вот я помню себя в юности, наверное, в таком, в юности до 10 класса. Я был влюблен в такую девушку, как и Ирина Гомес, если помните. Это была девушка, которая модель. Она прославилась участием в первом сезоне игры «Последний герой». И потом у нее были очень длинные красивые волосы, и потом она всегда снималась в рекламе. Да, она очень красивая. По-моему, «Пантин про Ви» или «Эльцеф», не помню. И у нее были шикарные волосы, которые просто блестели. Так вот, здесь же еще очень важный момент. Волос, которые тебе даны от рождения, и, как это сказать, даны в наследство. Если у тебя, как бы, знаете, там три пера, то можно, конечно, сделать эффект четырех перышек, но это сделать с помощью укладочных средств. Но это на время, от мытья до мытья это называют. А если у тебя от рождения, то, естественно, вот Инна Гомес показывает ее, да, то есть сияние, блеск, сила твоих волос, и ты смотришь на эти волосы, там она, ее там кто-то даже привязал, типа, к этой, к такому, к рычагу, она, типа, там, дернулась, и этот рычаг отлетел, настолько сильные волосы. Поэтому для рекламы не выберут девушку с тремя перышками. Для рекламы возьмут какую-нибудь очень такую с большой, крутой, толстой, с шевелюрой, да, с гривой, и чтобы люди, типа, видели ее, или я хочу так же. Это нужно мыть шампунем. Вот шампунь, кстати, не влияет на густоту шевелюры, вот, поэтому так. Не работает история? Нет, конечно. Можно шампуне для густоты волос поможет именно эта линейка? Нет, слушайте, шампунь может и стайлинговые средства, они могут создавать некую оболочку, которая вокруг волоса образует, типа, пленку образную какую-то оболочку, которая придает объем и густоту, но ни в коем случае она не влияет на рост. Волос и густоту. На рост и волос и густоту влияют внутреннее состояние организма. Поэтому если у вас, честно скажу, у девчонки, девушки, леди, мамы, бабушки, у вас проблема с волосами, то это все внутренняя история. Это послеродовой период, стрессы, приемы лекарств, диеты, то есть все, что вы переживаете внутри, это вот сказывается на волосах, ногтях и так далее. А вот по поводу средств, которые мне нравятся, Да, своих любимых. Да, то есть я очень люблю стайлинг, потому что это история, когда ты завершаешь там стрижку, укладку, тебе нужно финиш-продукт, который, типа, вот сделает бомбочку какую-то, подчеркнет то, что ты сделал своими золотыми руками. Вообще, в последнее время, лет пять, наверное, много чем пользуемся, но очень крутые стайлинговые средства это бренд TIGI. Из объемных историй это мусс TIGI Copyright. У них есть такой мусс, он очень крутой. Но, к сожалению, компания TIGI, я так понимаю, уходит с российского рынка, поэтому в следующий раз я вам через тестирование большинства продуктов назову следующего преемника. А так, мусс TIGI Copyright, если вы где-то можете найти, на Авито очень много таких распродаж или где-то в магазинах остатков, то берите, он очень-очень крутой для объема. Так, ну, а еще, может быть, еще повспоминаем, ну, что-нибудь, чтобы девушки уже записали и взяли себе на заметку. Ну, потому что пока мы с тобой в следующий раз встретимся, им же нужно как-то волосы укладывать. В принципе, в линейке TIGI еще есть такая бомбочкообразная продукт, кругленький, фиолетовый, вот он очень хороший для укладки. И, кстати, и в Daivoness, есть продукция Daivoness, есть серия Volume, называется, объем. И вот там есть спрей Volume. Вообще, у Сталинга есть градуировка силы, там, единичка, двойка, тройка, четверка. Так вот, у серии Volume в спрее нету этой градации, он очень легкий, и мы иногда его используем не просто для укладок, а даже для стрижек, потому что он хорошо расчесывает волосы, не сильно, не жженит волосы вообще, точнее, не жженит волосы, не сглаживает их, и поэтому за счет этого такой, придает очень хороший объем. Поэтому вот Moose TIGI Copyright и спрей из серии Volume от бренда Daivoness. Это вот два средства, которые вы можете искать. Но еще очень большой момент, вот вчера девушка пришла к нам в учебный центр стричься, типа, у нее волосы, чтобы вы понимали, до пояса. Она говорит, объема нет. Я говорю, так его не будет. А у него очень хорошие волосы. Ну, типа, это такая история, что когда у тебя очень хорошие густые волосы, тебе кажется, что они недостаточно густые, что нужно гуще. Потому что, ну, мало же 10 тысяч в месяц тратить на шампунь, надо же 20 тратить. Вот. Поэтому она говорит, типа, у меня нет объема. Я говорю, так он не будет. Чем длиннее волос, чем он гуще, чем он там стекловиднее, тяжелее, тем под тяжестью волос, типа, он тянет все вниз. То есть там объема не будет. Понимаете, он будет появляться. Но когда волос густой, в одну линию, например, то есть он отчасти не имеет объема, потому что тяжесть. Волосы тянут все вниз, и поэтому тут больше речь о прикорневом объеме. У меня у корней нет объема. Да, ты куда же он появится? У тебя коса метр двадцать, а рост твой метр тридцать. Да, вот девушки, у которых волосы практически по поясницу, они очень тяжело с ними расстаются. И мне не всегда кажется это красиво. Ну, это мое личное мнение, и как-то, когда девушка стрижется и передает своим волосам форму, то это тут уже и сексуально, и как-то более эстетично. Ты вот что скажешь? Это вот между нами, это мое мнение, и вот ты как профессионал что скажешь на этот счет? Слушайте, я считаю, что при выборе стричь или не стричь, нужно стричь. Когда у тебя 70 сантиметров хвост, но он мышиный, это тебя не красит, не делает женственней. Лучше сделай красивую, там, караеху, не знаю, короткую стрижку. Много же примеров девушек с каре или с короткой стрижкой, они типа очень крутые. Длина волос не определяет твою женственность. Это точно. Абсолютно. Хочешь отращивать, хочешь срезать. Ну, я за то, чтобы, ну, я очень люблю длинные волосы, но если они эстетически красивые и ухоженные. И здоровые. Да, если у тебя мышиный хвостик, то он не нужен никому. Тебе в первую очередь. В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Насте», в которой я, Настя, отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать, написать свой вопрос в комментариях к выпуску или записать мне голосовое, а затем ждать ответ. Привет, Настя. У меня кудрявые волосы и распутать их не получается. Что делать, чтобы волосы стали послушными? Привет. Для кудрявых волос нужен особый уход. Например, расчесывать их можно только во время мытья. Лучше использовать масла или пенку для укладки, чтобы процесс прошел легче. После мытья можно нанести несмываемый уход, чтобы волосы стали еще мягче. Также кудрявым волосам не подходят обычные средства. Им нужны специальные шампуни и бальзамы. В их составе есть вещества, которые делают непослушные волосы гладкими, мягкими и здоровыми. Так работают масла авокадо или ши, а также протеин. Обычно бренды разделяют линейки своих средств, чтобы все девушки могли найти для себя подходящий уход. Например, у Керасис есть серия Advanced с компонентами для восстановления, увлажнения и придания объема. Девушкам с кудрявыми волосами стоит обратить внимание на шампуни и бальзамы с эффектом восстановления. В них содержится комплекс из пяти масел и кератина. Они избавляют от пушистости, делают волосы послушнее и мягче. Керасис это качественные средства по уходу за волосами из Южной Кореи. Миссия бренда создавать профессиональный салонный уход прямо у тебя дома. Благодаря идеальному сочетанию инновационных технологий и натуральных экстрактов, керасис эффективно восстанавливает поврежденные и ослабленные волосы, возвращая им силу, здоровье и красоту. Эффективность применения доказана институтами дерматологии Германии, Франции, Японии и Сингапура, а также большим количеством женщин во всем мире, которые доверяют именно керасис. Подобрать средство, которое идеально подойдет именно тебе, можно по ссылке в описании выпуска. Леша, расскажи, есть ли средства, которые несовместимы в использовании и могут навредить волосам? Ну, допустим, там, пенка и какой-то гель. Ну, это пример тебе просто условно. Ты сейчас словом пенка отправила меня в 2002 год. Ну, прости, пожалуйста, научи меня, как правильно, как правильно. Хорошо, прости. Ну, это мусс, мусс для волос. Смотри, какое красивое, вкусное слово мусс для волос. А когда говорят пенка, для меня это, знаешь, такое, типа, back to basics, типа, прям, вот я учился там, знаешь, в таких, в совдепусках парикмахерской начинал, я, кстати, об этом, ну, всегда говорю и не стремаюсь этого. Ну, типа, этот пенка, вы можете мне на пенку уложить? Господи, думаю, знаешь. У нас, кстати, вот давайте... Для этого нам этот подкаст и нужен, чтобы профессионалы рассказывали, как правильно. Вот я попалась... Я вам сейчас расскажу средства, которые делали объем на целый месяц. Сейчас все стайлинговые средства, которые стоят много, очень тысяч рублей, а то и долларов, вот, и японских рупий, вот, они предназначены от мытья до мытья. То есть ты помыл голову, или ты утром уже проснулся, все, нужно перемывать, и все. Ну, у нас же вся история такая вообще везде. То есть чем быстрее больше ты расходуешь, тем типа выгоднее. Невыгодно сделать там, не знаю, джинсы, которые ты будешь 10 лет носить, или, не знаю, там, краской покраситься, которая не смоется никогда. Выгодно, чтобы она смылась и опять красится. Это маркетинг. Так вот, я работал в 2005 году, не работал, а работал и учился за бесплатно. Точнее, я еще платил, подметал, убирал, и меня учили. Так вот, у моего мастера была женщина, и таких много, кстати, было, которая делала укладку на сахар и пиво с начосом и ходила целый месяц с ней. Ну, это, типа, знаешь, это история, вот, знаешь, мне бабушка о таком рассказывала. Ну, это вот история, знаешь, советских времен. Да, мисс бухгалтер 99, вот, знаешь, эти укладки. Если не раньше, не раньше. Это было еще в 70-х, она рассказывала. Ты можешь в холле где-нибудь, не знаю, в гостинице, в любой там, типа, ну, сейчас уже нет такого. Там, на улице увидеть человека и понимаешь, что когда-то он или сейчас он был бухгалтером на старой закалке. Поэтому, в принципе, кстати, ирокезы, все панки, вот эти вот ирокезы, они тоже делают на сахар и пиво. То есть, вот. Ну, да, вот эти сумасшедшие, которые можно прокалывать. И раньше для объема в прическу вставляли какие-то постижи. Но мало того, что эти постижи еще были, я пару раз видел, и, ну, там, губки могли вставить, могли вставить какой-нибудь кусочек поролона. И я даже видел в трамвае пару раз, там, в 2006-2007 году, когда я учился, и был, ну, типа, внимательней. Потому что ты, когда учишься на парикмахера, ты всегда обращаешься все на волосы. Банки люди вставляли. Вот там баночка, там, типа, от кильки, например, то есть стеклянная. Она закрученная крышка, и она просто так вставила, типа, завязала хвостик, и у нее такая вот объемная история. Это вот, ну, типа, средства по объему в старых временах. Сейчас вот, конечно, стайлинговые средства, которые наносятся, смываются и так далее. Но сразу хочу сказать, все стайлинговые средства, они бесполезны, если вы живете в регионе, которая очень славится влажной погодой. Туманы, дождь, как только. Это история, типа, я выпрямилась на утяжок, вышла на улицу, у меня все опять пушистое. Это влажность, ну, типа, которая присутствует на улице. Тут вообще ничего не поможет. Это вот именно в плане средств. Если ты хочешь изменить прическу на, там, очень долгий срок, тебе либо нужно делать кератин, либо нужно делать долговременную укладку в виде химии. Все. Тогда у тебя уже будет изменена структура волос, и она будет очень на долгий срок. А если от мытья до мытья, то, как бы, любая влага, мытье, дождь, снег, туман, оно все разрушит. Слушай, а ты за кератин? Сейчас, вот, ты меня сейчас, ну, ты сейчас озвучил, и поняла, что недавно я дочитала. Кератин – это плохо, если человек в дальнейшем хочет изменить цвет волоса. Особенно, если он, например, красился черный-черный, он такой, я хочу стать блондинкой, это очень плохо. Здесь история некомпетентности мастеров и непредупреждения о том, что будет дальше. Поэтому я вообще за долгосрочные отношения всегда, ну, там, с партнерами, неважно, какими, там, жизненными, по бизнесу или по работе, ты должен человеку объяснить, смотри, мы сейчас сделаем кератин, но если ты захочешь, там, осветлиться, обесцветиться, то будут проблемы, и показать, что будет. А срубить бабки по-быстрому, там, да, сейчас тебе сделано, будет бомба. Да, будет бомба в некоторых случаях, но, к сожалению, там, потом люди просто плачут, приходят, потому что у них волосы как доширак. Ну, ты обесцветил их, они такие, там, типа, у меня даже видос такие есть в Инстаграм. И плюс кератин и долговременное выпрямление нужно не всем. Я очень часто встречаю девчонок, там, с небольшой массой волос, которые сделали кератин, и у них просто как сопельки висят. И когда узнаешь, что случилось, они говорят, я тебе кератин сделала, а это лишнее. Ну, да, то есть об обмене можно тогда забыть, правильно? Так его и так не было. Она сделала, типа, и стала еще хуже. Ну, типа, я такой, блин, зачем? Это то же самое, что, наверное, делать... Ну, надо, подружка сделала, значит, надо. Ну, есть такая история, да. То же самое, что хотеть увеличить губы, просто откачать оттуда все, понимаешь? Оно еще хуже станет. А давай поговорим немножечко о составах и компонентах. На что нужно обратить внимание? Ну, вот мы берем продукт, смотрим на этикетку, читаем, и думаем, что раз есть этот компонент, то это точно будет вау-эффект. Есть такое? Наверное, нет, потому что первых пять компонентов всегда у всех одинаковые. Ну, это чисто я говорю про свою сферу. То есть ты берешь любой тюбик, читаешь, типа, первых... Ну, если, например, лак для волос, лак для волос, ну, сравнение. То есть они все первых пять компонентов одинаковые. А потом уже идет просто добавочные средства, ухаживающие средства, какие-то другие компоненты. За счет этого, кстати, варьируется цена продукта, ну, цена на него и, там, типа, популярность. Есть пример, кстати, да? Если в продуктах есть масло, вообще его не берите. Но масло точно уж не придаст объем. Масло, наоборот, забирает объем и придает блеск. Поэтому если вы хотите объем... Девочки, записываем. Да. То не берите продукт, который содержит масло. Масло ЖЖБА. Ну, вот иногда читаешь, каждый еще пытается выделываться бренд. У нас в этом молочке содержится масло ЖЖБА, добытое на севере Кении из единственного дерева, которое там находится. И так далее. Ну, здесь же маркетологи. Ну, здесь уже включились. Да, да, да. Маркетологи же работают, работают. Такой, блин, я такой уникальный. Мои волосы самые лучшие, потому что я мажу свои волосы маслом ЖЖБА с единственным деревом в мире. И так далее. Но многие люди же не проверяют факторы, поэтому, типа, может, такого-то и дерева нет. Поэтому, где есть масло, девчонки, да, для объема не берем. Все запомнили. Среди всего разнообразия. Как определить, какой продукт хороший, а какой нет? Вот сейчас сразу хочу сказать, ну, лично по своему опыту, потому что у нас раньше было три витрины продуктов, сейчас одна. Объясню, почему так происходит. Потому что сейчас в дело вошли маркетплейсы, и люди в основном не хотят ходить по салонам или вообще выходить куда-то. Зачем, если у нее в доме находится какая-нибудь площадка, типа Яндекс или Валберис, она просто там... Ну, либо нам закажут с платформ, правильно? Да, да. В онлайн-магазине все тоже делают доставку. Зачем она... Плюс там, типа, эти все за счет выкупа объема косметики имеют очень большие привилегии, у них, типа, там цена дешевле. Поэтому, конечно, можно это все покупать на платформах. Я рекомендую. Тем более там в основном дешевле, но читайте отзывы. Вот, потому что одно время мы, кстати, запарились над брендом своим косметикой, то есть ездили в заводы, там, то есть тестировали, сделали свой продукт, но не дошло еще до выпуска, потому что есть определенные там критерии, чтобы выпускать продукт, да. То есть мы там образно говоря, то есть мы там захотели выпустить один продукт для гладкости, не для объема, для гладкости, потому что не пушиться хотят все. Вот, и выпуск одного продукта стал в 5 миллионов, представляете? А если сделать матрицу из 10 продуктов, сами представляете? Ох! Поэтому, короче, мы... Но это если делать качественно. Понятно, ты можешь это сделать на кухне, свалить и фасовать, клеить наклейки с женой вечером, дети у тебя будут фасовать по коробкам, а утром, типа, там... Семейный бизнес. Да, 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 а кум или тесть будет развозить по салону красоты. Есть такая история, она малобюджетная. Поэтому, если читать отзывы на маркетплейсах, в принципе, можно к чему-то прийти. И, кстати, весной на маркетплейсах появился продукт, ну, это, знаете, история, 3 в 1. А там появился продукт, например, 15 в 1. И у него там, типа, мы почитали, есть специальная программа, которая делает выгрузки, показывает, сколько было продаж. И мы посмотрели, они там в день зарабатывают несколько миллионов рублей, потому что у них, типа, улетит. Там, типа, такое-то молочко, 15 в 1. И прям 15 привилегий переписаны. Проходит месяц, другой бренд-конкурент выпускает. Мы выпустили 18 в 1. И вот так у них была чехарда где-то полгода. Мы очень сильно смеялись с партнерами, потому что мы видели, что они в итоге дошли, по-моему, до 25-1. Это реально, типа, на... Да, и такой, что вы творите? Они людям есть, а люди прям заказывают. Ну, типа, человек же такой... Понимаешь, ты когда... Мне нравится пример Олега Газманова. Он рассказывал в детстве, когда он прочитал медицинский справочник. У него отец очень известный был врач. И он из всего медицинского справочника нашел все болезни у себя, кроме, по-моему, родовых схваток и что-то еще. То же самое ты здесь в списке 25 наименований читаешь, там, да? И такой, о, так у меня из 25 20. Это я хочу решить этот вопрос. И ты такой, я куплю. Поэтому вот, ну, и... Сначала это был бум. И мы такие, может, мы тоже что-то сделаем на 30 в 1, как кофе? А потом, ну, видите, прошло время, и все, пошел на спад. Видно, люди пользовались, пользовались, и все. Хотя у них заказы, я думаю, они отбили продукт в тысячу раз. Поэтому перед тем, как покупать продукт, почитайте отзывы блогеров, стилистов, людей, которые этим продуктом уже пользовались и так далее. Вот. Леш, давай поговорим о самых вредных для здоровья волос маркетинговых уловках. Можешь раскрыть все карты? Кератин. Понятно. Вот. Кератин, ботокс и бустап. Бустап – это вообще, типа, такая... Бустап? Да, бустап – это корневой объем называется. Даже не слышала. Называлось. Здорово, девочки, не делаем так. Ну, уже не делаем девочки так. Это когда, ну, у тебя нет объема, кстати, нет объема. Ты, понятно, что покупаешь кучу средств, там, кучу фенов, кучу расчесок. Делаешь, а у тебя ничего не получается. Я говорю, слушай, ну, есть такой бустап, ты делаешь, и мне месяц хватает. Ну, круто. Да, действительно, есть эффект. Но когда бустап отрастает на два месяца, он никуда не девается. Получается, у тебя плоский объем, плоский корень, и середина у тебя густая. Ну, такая, знаешь, прям... И там либо делать на фуллтайме, постоянно просто, либо просто получается, не знаю, ужас. Особенно если блондинка, обесвечиваешься, осветляешься, то это катастрофа для волос. Это история, которая бахнула, стреляла, постреляла год, и сошла надеда, потому что люди поняли, что есть же разный эффект. У нас есть там несколько... В волосах есть связи, которые отвечают за разный исход. Есть связи, которые отвечают за временную укладку. Например, ты сейчас сделала укладку, она попала во влагу, неважно, помыли волосы, дождь, снег, и всё вернулось на брат. Это самые слабые связи. Есть связи средние, которые на время. Ты сделал на 2-3 месяца, и оно опять распалось. А есть связи, которые в волосах, которые отвечают за долговременную историю. И то есть ты сделал, и всё. Пока оно не срастёт, ты не отрежешь эти волосы. Волосы, типа, будут такой же прямой либо кудрявый, пока вот этот состав на волосах. Но об этом должен знать, в первую очередь, каждый парикмахер и рассказывать клиентам. Потому что люди же не обязаны знать всё о волосах, всё о химических средствах и о косметических. И их нужно вводить в курс дела. Поэтому я считаю, что я всегда, перед тем, как покрасить человека из, например, тёмных волос в блонд, объясняю, что помимо того, что окрашивание очень дорогое, так ещё уход очень дорогой. И что нужно будет делать на протяжении полугода. И очень, ну, в большом процентах в случаях человек отказывается. Почему? Потому что я им перечисляю. Что ему нужно будет на 10 тысяч купить там косметики. Потом каждые 3 недели ходить тонироваться, делать уходы и так далее. Я предупреждаю, потому что в основном, типа, как рубят капусту на первом разе, а потом человек такой, блин, типа, я хочу, ну, поддерживать цвет волос, уход делать, купить косметику. Они говорят, а себя там 50 тысяч. Это факт. Да. Поэтому с человеком нужно лучше строить долгосрочные отношения и рассказывать ему всю правду. Чтобы лучше, пусть он тебе придёт каждый месяц по 5 тысяч, чем один раз ты с него заработаешь 20. И вот, ну, ладно. Ну, типа, рассказывать правду. Ну, да, её хочется слышать. Правда. Ну, вот, как клиентка, и наши слушатели, такие же клиентки. Ну, продолжим дальше. О домашнем уходе давай поговорим. Смотри, есть спре, есть мусс, эмульсия, лак, скраб, лосьоны, пудры, гель. Что из этого списка действительно должно быть дома у девушек? И, конечно же, какой бьюти-гаджет нужен каждой девушке? По поводу списка, что нужно каждой девушке, для объёма, во-первых, нужно то, что им помогает. Ну, минимальный набор. Минимальный набор, что должно быть дома в ванной на полке. В первую очередь должно быть то, что помогает действительно придавать объём, ну, получает тот результат, который человек ждёт. Это очень важно. Потому что, ну, можно, что хочешь купить, но он не будет давать объём. Это всё через консультацию с стилистом, с мастером, через бьюти-блогеров и так далее, через свои опыты с волосами. Вот. Я могу точно сказать, что всё, что относится к гелям, это точно не объём, потому что гель, он убивает объём. Вот если взять из примера, то есть если кто-то из слушателей сейчас данного подкаста находится на Востоке, в Арабских Эмиратах, в Турции, пойдите, пожалуйста, зайдите в любой магазин и посмотрите, что на полках продаётся. В основном там гели. И посмотрите, какие волосы у арабов, они густые. Поэтому, чтобы убирать этот густющий объём, который приводит к тому, что им жарко и так далее, они пользуются средствами, которые убирают объём. Это гель и воск, кстати. Это точно нужно выкинуть, если у вас есть. Прямо сейчас выкидывайте. Вот адрес, куда выкинуть, скажу. Муссы, спреи, лаки, матовые все продукты, это то, что придаёт объём. Это 100%. Но опять же, это всё через консультацию стилиста, мастера и через свои навыки, опыты и так далее. По поводу... Ну, лучше спросите у своего стилиста. 100%, но стилисту рознь, потому что он может хорошо стричь, но не разбираться совершенно в продуктах или в красках. Вот нормальная история. Она хорошо стрижёт, но не умеет красить. Или она хорошо стрижёт, но не умеет укладывать. Вот. Да, ну и есть такое, да. Ну, в любом случае, нужно попробовать узнавать. Ну, лучше у специалиста. А всё вообще познаётся, знаешь, когда был момент выхлопа людей, которые занимаются СММщиками, нет, аргетологами, ну, короче, вот людьми, которые вот из этой банды. Ты когда к нему обращался, они на всё говорили слово «Надо тестить». Нужен бюджет, 50 тысяч нужно тестить. То же самое. Ну, естественно. То же самое и здесь. Нужно тестить. Подходит тебе продукт, не подходит, как. Но ещё важный момент, типа, как ты его используешь, правильно или нет. Многие считают, знаешь, есть люди, которые покупают хорошие духи, они им подходят, но они на себя выливают ползлакона, и от них пахнет заквартал. Этого не нужно делать. Так же самое и с средствами. Если ты средствами для объёма, для укладки переборщишь, то объёма не будет. Это как с алкоголем. Ну да, вот эту меру нужно знать. Да, ну типа, эту меру только через тестирование и через опыт твоего стилиста или через свой опыт. Это как с алкоголем. Ну, выпил бокал, тебе хорошо, выпил 10, всё, типа, в ауте. Поэтому здесь, как со спортом, как с алкоголем, нужно знать меру, как с едой. Переел тоже плохо, поэтому знайте меру в использовании стайлинговых средств. Да, это важно. И по бьюти-гаджетам расскажи, пожалуйста. Бьюти-гаджет. Какой? Бьюти-гаджет. Да, бьюти-гаджет. ну их сейчас очень много. А какие? Скажи, пожалуйста, ну я у тебя хочу за это просто. Назови топ-3 бьюти-гаджета, которые у тебя попадались в твоём поле, инфополе, или которые, может быть, у тебя есть. Расскажи. Ну, бьюти-гаджеты, допустим, я называю насадки на фены. Насадки на фены? Ну, да, насадки на фены, они есть абсолютно разные. Ну, у того есть, которые как закручивают, я не знаю, у меня короткие волосы, я их не использую, но знаю, У тебя короткие волосы, у тебя каре, это средние волосы. У тебя же каре? Ну, средние волосы. Ну, ну да, это каре. Короткие, это у меня волосы. Но у тебя есть какой-нибудь бьюти-гаджет? Нет, я не настолько модная, чтобы у меня были бьюти-гаджеты. У тебя есть фен? Ну, что фен, да, есть он обычный. А сколько там насадок? У меня одна. А знаешь, подожди, а что за фен? Бытовой или профессиональный? Нет, обычный. Я понял. Самый обычный. Смотри, во-первых, у каждого фена, обычного, простого, есть три насадки. Одна для мужских волос, вторая для женских. Многие парикмахеры этого даже не знают. В чём отличие? Для женских волос она более широкая, а для мужских волос она более узкая. И есть ещё в основном диффузор для кудрей. Да, диффузора называется. Вот, наверное, правильно? Да, диффузор, диффузор, я не знаю, но типа да. Поэтому если у вас есть насадки в фене, их там три, минимум должно быть. А вот есть мужская, есть женская, есть диффузор для кудрявых волос. А вообще гаджет номер один последних несколько лет, особенно последних год, как началась какая-то история с дефицитом, это, конечно, стайлер Дайсон. Потому что там есть фен, да, то есть, ну, как само устройство. И есть шесть насадок, которые выполняют функцию там типа девяти насадок. Ну, типа, это круто. И дело в том, что я просто являюсь неофициальным амбассадором Дайсона. И очень часто ко мне обращаются в основном мужчины, либо девушки, у которых ещё нет Дайсона. И ты объясняешь им, что, ну, типа, насколько это каждая девушка, честно. Вот сейчас топ-2 подарка есть на Новый год, день рождения, 14 февраля, 8 марта. Это айфон, это Дайсон. Да, и Дайсон. В основном сразу, хочешь сказать? Да, скорее всего, уже, наверное, будет, он сейчас будет уже смещать, мне кажется, айфон. Потому что айфон у всех уже есть, типа, с сентября начинается. Ну, да, теперь осталось. Уже у Ленина. Я даже вчера себе купил черностый айфон, вот. Это, знаешь, поддался. Потребляю. Да. Так вот, мне историю спрашивают, типа, мужики в основном. Я хочу своей, типа, девушке подарить Стайлер Дайсон. Удобна ли эта вещь и нужна ли она в быту? Все помнят историю с 2000-х годов, с середины 2000-х. Это пылесосы Кёрби, да, которые просто ходили там по квартирам, и типа, кто там, возможно, их покупал? Мне говорили все, ну, слушай, ну, они у меня как вешалка. Стоит в углу на этом пылесосе и просто навешана куча вещей. Дайсон – это вот антипод этого Кёрби, потому что Дайсон – девушка пользуется каждый день, а то и два раза в день. Высушить, подкрутить и так далее. Вот это реально самый топовый гаджет в плане ухода и делания с волосами все, что ты хочешь. Объем, локоны, вытянуть. Версия есть из 2022 года, полировка волос. То есть это вот, я считаю, что реально можно давать награду сегодня, завтра, послезавтра на всех премиях. Это гаджет 2023, 2022, 2021 года, потому что, типа, без него сейчас, мне кажется, вообще не обойтись. Ну, то есть ты покупаешь просто фен, в котором 8-9, типа, нет, там, 6-7 насадок, выполняют функции 9-8 насадок и убирают, избавляют от многих проблем. Объем нужен, сделай объем. Нужно вытянуть – вытяни. Это бомба. Ну, так все-таки Дайсон – это гаджет, да, а не простой фен? Сто процентов. Нет, у них есть фен, а есть стайлеров. То есть мы, я сейчас говорил, оставили. Здорово. Так что нам всем нужен точно Дайсон. Да, если у вас есть возможность. Это. Если у вас есть возможность. Есть возможность, конечно. Да, если у вас есть. Ну, типа, это круто, на самом деле. Потому что я просто фанат Дайсона, потому что у меня все Дайсон дома. Пылесос, увлажнитель и так далее. Ну, типа, вот. Да, пылесос мне очень нравится. Кстати, вот история, чем длиннее волос, тем он меньше требует ухода за волосами. Чем короче волос, тем ему больше. Я два раза мою. Утром, потому что я встаю, у меня все торчит. Мне нужно помыть и высушиться. Вечером, потому что мне нужно, например, куда-нибудь идти. Это нормальная история. Я когда-то нашел и прочитал книгу про парикмахерское искусство, там, такой 2000, там, в 80-х годах. И там считалось, что нормальные волосы считаются, когда ты их моешь раз в 10 дней. Но, опять же, вы же поймите, что сталинговые средства раньше, климат, многие вещи, они, типа, не вызывали такой жирности волос, как сейчас. Ну, куча факторов, да, более других. А сейчас, конечно, нужно, ну, типа, даже сейчас, вот я вспоминаю начало 2000-х, когда к нам приходили мужчины стричься, они хотели мыть голову, потому что они считали, ну, типа, ну, типа, это не то, не по-пацански, зашкварно. А сейчас, типа, вот вы посмотрите на футболистов. Сейчас и начало 2000-х, раньше они были заросшие, бородатые. Сейчас смотришь, вот он каждый матч выходит, а у него матч каждые три дня, а он постоянно свежий, фреш. Человек постоянно сидит за тобой. Это вот история личного бренда. И у девочек так же, типа, ну, любая девочка просто из дома не выйдет, в основном, там, у каждого праздного, пока не сделает себе укладку или какой-нибудь марафет. Ну, там, макияж, не макияж. То есть, потому что век интернета, люди смотрят на своих героев, футболисты, спортсмены, актрисы, певицы, они видят, как они выглядят, и они такие, я хочу так же выглядеть, быть блестяще, быть в Сенди, чтобы все было круто. Поэтому вот история, конечно, с как ты выглядишь в плане укладки, в основном, это, конечно, история к тому, что тебя окружает личный бренд. Ну, типа, вот, стальные сети. Раньше по-другому было. Ну, сейчас, да, сейчас все об этом говорят, и это, в принципе, факт. Вот так вот, о гаджетах. Расскажи в завершении нашего сегодняшнего разговора, точнее, дай какой-нибудь совет и простой лайфхак от Леши Стриге для пышной укладки на весь день. Пышная укладка на весь день. Ребят, используйте средства, которые он сказал. Это можно мусс TG Copyright, это можно Volume Daiviness серия. Это точно придаст вам пышности. Вот, сушите волосы вниз головой, я так скажу. Кто понял, тот понял. Знаешь, есть такая фраза. Вот, и используйте... Не, но это правда. Да, используйте можете липучки, они продаются везде, и используйте большого диаметра брашинг. И, естественно, используйте фены Dyson. Не фены, не фены, а стайлеры. Вот, но, опять же, хочу предупредить, как только вы попадете в дождь, влагу, все это у вас упадет. Это нормальная история. Не нужно ругать своих мастеров или ругать укладочные средства, потому что это нормальная история. Здорово. Леш, спасибо большое тебе за этот интереснейший разговор. Думаю, что наши слушатели точно возьмут себе на заметку очень много интересных и новых лайфхаков. В общем, спасибо тебе, Леша, за сегодняшнюю беседу. Это было интересно. Спасибо вам, что приглашаете, зовете на такие очень интересные подкасты. Это подкаст «Растушевать, не смешивать». И с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова